Девушки отдыхают Девушки отдыхают Владимир Абдуалевич, я очень рада вас видеть в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже рад вас видеть. Тема нашей программы – неравнодушные люди, драйверы общественных процессов. Вы всегда говорите, что ни один проект социальный или общественный не обходится без поддержки самих жителей. Вот давайте поговорим про ту команду, которую вы собрали, про тех людей, которые оказывают активную поддержку любому проекту, который вы инициируете. Знаете, эта команда и меня тоже собрала, потому что сталкивались с какими-то вопросами, инициативами, проблемами. Кстати, вопросы, инициативы и проблемы, которые помогают решить эти вопросы в такой связи. Ты же не знаешь, кто кого собрал. Интересно поговорить о проекте «Ямам.нет». Наши ребята очень молодые, энергичные. Сначала брали, она недорого стоит, крошку асфальтовую. Купили машину, там выборы были, такая возможность есть на выборах. Автомобиль тоже немолодой, «Форд». Сниму, значит, прицеп. Купили вибростенд, который позволяет вибрации прессовать этот сухой асфальт. И стали закатывать. Но потом увидели, что после дождя и работы щеток, она вылетает. И опять эта яма становится опасной. Значит, нашли другую технологию. Причем это делали сами ребята, добровольцы, волонтеры. И дальше пошло-пошло. Вот приятно, что сейчас уже более 400 таких ям заделаны. Когда их нет, их никто и не видит. Это так хорошо. Но когда они есть, это большая проблема. Вот в двух местах возле детских садиков заделали. Очень заметно люди благодарили. В Торжке возле музыкального училища заделали большую яму. Там местный депутат поработал, молодец. Значит, и люди, конечно, с благодарностью. Потому что Автонус не мог подойти к тротуару. Люди ходили по лужам, по этой же яме грязи. Ну и плюс приятно, что и главы поселений. У нас есть Мирный поселок. Там тоже проделали работу. Убрали вот как раз эти байкеры. Очень приятно было, чтобы дошла молодежь. Стала интересоваться. А они там тоже молодцы. Почему мы тоже там с ними начали работать? И мы туда пришли. У них там музей в школе. Школа не такая уж большая. Но там музей, музей. Мототранспорт, мотоциклов, мотороллеров отечественных. Они ребят учат. У них там учат профессии. У них очень хорошая такая общность сложилась. И вот все это вместе и отношение в том числе к этой теме. Ну, многие говорят, а это же должна делать власть. Но у нас пока еще, особенно на местах, муниципалитетах, средств недостаточно для выполнения всех муниципальных обязанностей. Только еще отрабатывается методика, в том числе и вовлечение кадастровой оценки. То есть доходов сбора. Значит, легализации. Вот мы говорили, сейчас я говорил про поводу транспорта. Вот этот транспорт в Верхней Волжье, он позволил обеспечить сбор за проезд безналичный. А это практически сразу идет бюджет. То есть мы понимаем, да, уже бюджет наполняется. И вот такие подходы, когда наряду с крупным бизнесом, с крупными проектами, инвестициями, субвенциями с федерального бюджета или же из регионального муниципалитета, когда муниципалитет сам начинает зарабатывать, это очень важно. И это тоже оздоровляет процесс. Так вот эти процессы, они идут рядом. Таких примеров мы сейчас видим немало и очень много людей, которые это делают. Вот, например, я думаю, уже знают многие Николай Романенко, который занимается, оказывает помощь. Кстати, меня с ним познакомил наш Игорь Михайлович после того, когда он пришел к кандидатам в губернаторы, проводил встречу. Говорит, вот не знаешь такого? Я говорю, нет, не знаю. И он меня познакомил. И мы так как-то тоже подружились. И хотя я был в отъезде, все равно не прерывалась связь. И сейчас Николай активно работает. Не надо было у него, встречался с его волонтерами. Ну, просто замечательные мальчики и девочки. И они эту работу большую делают. И вот сейчас, думаю, в ближайшее время, да и до этого мы делали, развозят дрова. Некоторые не могут себя обеспечить дровами. Это, во-первых, не дешево, а, во-вторых, физически тоже. А тут вот это делают молодежь. Причем она же делает это бескорыстно, это здорово. А второе, они видят, что такое делают добро людям. Вообще сейчас у нас волонтерство. И вот не случайно у нас Юля Владимировна, она один из наших кандидатов в тройке. Потому что сейчас, как никогда, и спрос на добро, на бескорыстие. Особенно в пандемии. Особенно в условиях пандемии они себя показали. И вот эти наши мальчики и девочки дали нам урок хороший. Но этим не ограничилось, процесс идет дальше. И вот эти процессы, о которых я говорил, они все на этом построены. Люди делают добро друг друга. Поэтому вот этот процесс, который идет наряду с теми мерами, которые принимаются по поручению, в первую очередь, президента. Все сейчас, я думаю, знают о том, что сформирована на пять лет практически программа, которая отражает вопросы развития страны, сбережения людей, здоровья, образования. И где практически учтены миллионы предложений наших граждан. В Тверской области более 15 тысяч таких предложений тоже включены в эту программу. Главное, что поставил президент задачу, чтобы не только показатель роста. Там, допустим, у нас больше 20% роста промышленности в прошлом году. Замечательно, прекрасно, по сравнению с страной, чудесно. Но главное, чтобы люди почувствовали конкретно, какова у него жизнь лучше стала, насколько. Для меня было удивлением, когда у нас, например, начали реализовывать проект по благоустройству, например, Константиновского карьера. А на выходных люди стали выходить на восстановительные тренировки. То есть это вот еще мы подключаем каких-то и представителей бизнеса. Я так поняла, и медицинское сообщество, да? Вот Константинская карьера. Там до трех тысяч, а где-то говорят и четырех. В день, в солнечную, в жаркую погоду бывает там людей. Туалетов нет. Вот сейчас нашли бизнеса, помогли им, вместе собрались, взяли на себя ответственность. И глава Константинского района, и депутаты. Ну, мы им там все помогали, всячески как могли. Люди неравнодушные. И в результате появились три туалета. И мир должен быть доступен для всех категорий жизни. Очень важно. Жители, в том числе те, кто имеют какие-то проблемы со здоровьем. И это важно. Мы это почувствовали. Но я бы сейчас еще сказал, и ценник должен быть доступный. Потому что проблемы для здоровья, это понятно. Это доступная среда, это сходы. Это уже есть хорошо. Но ведь если мы посмотрим, к примеру, мы собирали ребята. У нас очень интересно, здесь место, рельсы, наверное, знаете. Да. И вот мы их попросили, вот критично все это рассмотреть. Они молодцы, они без предрассудков. И вот им предложили этот проект карьеры посмотреть. Очень интересный проект. Я буквально сегодня утром возвращались с губернатором. Видел еще раз эти карьеры. Это жемчужина просто. Песчаная, но там чистая вода. Но вот как их сохранить первое? И как сделать доступным тысячам людей? Вот как? Это очень сложная задача. И вот они там начали предлагать такие, там, построить отели, платные стоянки. Все. Сразу же ценник поднимается. И тот, кто сегодня туда приехал, он уже не приедет. С детьми или один, не приедет. Значит, мы сужаем. Нам нужно понимать, как это делается для широкого круга людей. И вот сейчас мы эти вопросы начали решать именно вот с этой точки зрения. Чтобы это было не элитарное, а широко доступное. Но при этом это было санитарно соответствующее требование. Вот такие люди, когда они будут проходить через эту форму и выходить во власть, как это сейчас происходит с Юлией Владимировной. Вот, да, они не имеют опыта управления. Но они имеют другое. Они имеют вот это вот самое важное. Вот где-то там, в глубине души, любовь к людям. Владимир Абдуалевич, к сожалению, время к нашей программе подходит к концу. Но есть уникальная возможность обратиться к нашим жителям. Я бы хотел сейчас, поскольку идет выборный процесс, и я сам принимаю участие в нем как кандидат, хочу пригласить и попросить наших избирателей, которые поддерживают нашу партию, прийти и проголосовать. Причем есть сегодня такая возможность в течение трех дней сделать это и в удаленном режиме. Так что таких больших трудностей ни у кого не будет. Мне очень и ответственно сейчас обращаться к вам. Я понимаю, сколько претензий предъявляется к власти, но вы видите, что делает власть на федеральном уровне, что она делает сегодня на региональном уровне. И больше того скажу, что те планы, которые сейчас включены в развитие и страны, и нашего региона особенно, Твери, они построены на как раз вот тех проблемах, о которых практически на всех встречах, даже встречаясь на улице вы говорите. И мы их решим. Поэтому нужна поддержка и активное участие, о котором мы сегодня говорили. За что вам всем большое спасибо. Успехов. Всего вам доброго. Спасибо вам за участие в программе. До свидания. Наша программа подошла к концу. Всего доброго и до новых встреч.